Власти прислушались к инвесторам. К такому выводу пришли участники ежегодного инвестфорума. В Москву съехались действующие и потенциальные инвесторы из-за рубежа. Несмотря на политическую непредсказуемость и различного рода санкции, открыть новый бизнес в России стало гораздо легче, меньше бюрократии, больше прозрачности. Правда, не только это делает нашу страну привлекательной в глазах предпринимателей из-за рубежа. Павел Федоров подробнее. Россия может пойти по китайскому пути развития экономики. Резко подешевевший рубль, несмотря на санкции, привлек европейцев. Локализовать в России свои производства уже выразили желания бизнесмены из Германии и Франции. И это при том, что время возврата вложенных денег, опять-таки из-за стоимости национальной валюты, возрастет. Сами иностранцы говорят, что в отличие от российских предпринимателей, привыкли вкладывать длинные деньги. Эксперты делают вывод. Значит, европейцы верят в стабилизацию ситуации. Бизнес-омбудс ММТТОВ призывает пользоваться ситуацией. Тогда можно будет повторить китайский экономический рывок. Курс рубля выгоден низкий, потому что тогда низкие издержки. То есть мы должны тратить на энергию, на газ, на транспорт, на зарплаты, извините. Меньше, чем мы делали это раньше. Издержки ниже, цена продажи ниже. Мы можем конкурировать с импортом на внутреннем рынке. Мы можем со своим товаром выходить уже и на внешнее, потому что мы становимся более конкурентоспособны, чем они. Как Китай, например, за счет низких издержек завоевал весь мир своими товарами. Третья, а по данным некоторых экспертов, даже вторая экономика мира, Китай может возместить потерянные инвестиции стран ЕС уже в ближайшее время. Такой прогноз дают фонде прямых инвестиций. Говорят, что уже заключили контракты на реализацию девяти совместных проектов. И это не только Дальний Восток, вся Россия. Десятки миллиардов долларов США из Китая вольются в отечественную экономику только в ближайшие пару лет. Дальше больше. Крайне важен будет ближайший визит, который будет 9 мая президента Ши Китая. И в рамках этого визита будет объявлено большое количество сделок между Россией и Китаем, которые важны для совместного развития. Во многих, и в агросекторе, и, соответственно, финансовом секторе. Мы также работаем активно с китайскими банками по привлечению банковского финансирования российской экономики в очень большом количестве секторов. А пока Россия обращена на Восток, союзные государства Беларуси тоже пользуются ситуацией. В стране объявили частичную приватизацию. Инвесторов, которые могут уйти из России, на льготных условиях примут в Минске. Сейчас известно о восьми компаниях, которым ищут иностранных владельцев. Законодательного регулирования перехода госсобственности в частные руки в Беларуси пока нет. Но это неважно, говорят в Минске. И рассчитывают оттянуть на себя часть инвесторов, вынужденных уйти из России. Тем более, что, и это подчеркивают белорусские делегации, страна в рейтинге «Дуинг бизнес» стоит выше и России, и Казахстана на 57-м месте, Россия на 62-м. Есть специальные льготы, которые были созданы для развития регионов. Это инвестор получает преференции, если он организует свое производство на территории малых и средних городов. То есть исключением являются только крупнейшие города Республики Беларусь, которые имеют свободные экономические зоны. 300 миллиардов евро за год. В такую сумму эксперты оценили потери европейского бизнеса от антироссийских санкций своих же правительств. Западные предприниматели в куларах говорят, поставленной цели европейцы добиться не смогли, Россию не проучили. И теперь к американским призывам относятся скептически. Вот этот рейтинг от этих американских рейтинговых агентств для немецких инвесторов – это не самый важный вопрос. Более важный вопрос – это те, которые точно влияют на месте бизнеса. Как я говорил, это легко или это очень сложно зарегистрировать организацию? Это легко или это очень сложно вести в бухгалтерию? Это знают те, кто уже пришел в Россию, а те, кто еще планирует или уже нет. Они это тоже знают. Правда, официальные опросы иностранных предпринимателей все же не подтверждают, что новые инвесторы хлынут в российскую экономику. Большинство все еще опасаются политической нестабильности, которой почти привыкли те, что работают на российском рынке несколько десятилетий. Есть еще надежда на вовлечение своего же капитала в свою экономику – деофшеризация. Но тех мер, о которых объявляли власти, явно недостаточно, говорит бывший замминистра экономического развития Беляков, уволенный за критику правительства. Главный вопрос тут – доверие между бизнесом и государством, и ощущение защищенности и себя, в физическом смысле просто, и в части защиты инвестиций и защиты собственности. Очевидно, что защита собственности, защита капитала – не самая сильная сторона российской экономики. Но государство обещает быть дружелюбнее и честнее с предпринимателями. Глава агентства стратегических инициатив Андрей Никитин заявил, что его ведомство совместно с фондом прямых инвестиций разрабатывают изменения в законодательство о господдержке. Финансовую помощь, возможно, смогут получать только те компании, которые докажут свою конкурентноспособность, причем на внешнем рынке. Павел Федоров, Нейль Зарипов, Дмитрий Лобоев, Евгений Клеменков, РБК.